Уважаемые коллеги, я расскажу вам о роли микро-РНК в развитии почечных и клеточных карцином. Итак, рак почки – это гетерогенная группа злокачественных опухолей. Подавляющее их большинство представляет собой почечные и клеточные карциномы различных морфологических типов. И наиболее часто встречается здесь светлоклеточный рак почки. В мире ежегодно диагностируется до 300 тысяч новых случаев рака почки. В России это порядка 22 тысяч за 2017 год. В Республике Башкортостан, в нашей республике, это около 580-600 новых случаев рака почки в год. В настоящее время диагностика и мониторинг рака почки основывается на стандартных инструментальных методах исследования. И нужно сказать, что многие из них инвазивные, трудоемкие. И недостаточно чувствительные и специфичные. И когда пациент уже обращается с жалобами, то, как правило, это бывает местно распространенный рак, который выходит за пределы почечной капсулы и распространяется в почечную вену или в нижнюю полую вену. В связи с этим необходимо внедрение новых маркеров, диагностических маркеров и прогностических маркеров, которые могли бы прогнозировать риск развития заболевания, прогноз давать течение заболевания и проводить эффективные оценки риска. И в качестве таких маркеров в настоящее время рассматриваются микро-РНК. О них уже много говорили. Это малые, одноинтевые, некодирующие РНК, которые принимают участие в посттранскрипционной регуляции генов. И, в принципе, эти молекулы, они участвуют во всех жизненно важных процессах, которые протекают в клетке. Биогенез микро-РНК является достаточно сложным. О нем тоже сегодня уже упоминали. Кратко просто скажу, что протекает он в несколько этапов. Часть этапов происходит в ядре клетки, где образуется премикро-РНК. Затем с помощью фермента экспортина-5 премикро-РНК выносится в цитоплазму. И все дальнейшие модификации уже происходят в цитоплазме клетки. И, в конце концов, одна из цепей, цепь пассажир, она подвергается деградации. А вторая цепь функциональная взаимодействует с МРНК, деградируя ее или репрессирует трансляцию. При всех онкологических заболеваниях анализ различных микро-РНК идет очень активно. И при раке почки, в том числе, известны группы микро-РНК, которые либо повышают экспрессию, либо понижают свою экспрессию. В том числе мишенью для ВИЧЛ является группа микро-РНК 21, 106, 92. А при нарушении функции этого гена активизируются другие микро-РНК. Нужно отметить, что в литературе представлено достаточно большое количество данных по экспрессии микро-РНК. Но все эти данные противоречивы, очень плохо воспроизводятся на независимых выборках и требуют валидации. Целью нашего исследования являлся поиск генетических и эпигенетических маркеров риска развития светлоклеточного рака почки на основе комплексного анализа микро-РНК. В качестве материала мы использовали 210 парных образцов ДНК, которые были выделены из парных образцов ткани почки, из опухолевой и прилежащей нормальной ткани. Все пациенты имели светлоклеточную почечно-клеточную карциному. Для анализа генов биогенеза микро-РНК и сайтов связывания микро-РНК использовали образцы ДНК, которые были выделены из венозной крови пациентов с почечно-клеточными карциномами и из венозной крови здоровых индивидов. Это была группа сравнения. Материал забирался в клинике Башкирского государственного медицинского университета, и все пациенты были охарактеризованы, стадированы по ТНМ-классификации, также учитывалась этническая принадлежность индивидов. Для исследования использовались стандартные методы. ДНК выделяли методом фенольно-хлороформной экстракции. Синтез КДНК проводили на специальных спин-колонках. Анализ экспрессии микро-РНК и анализ генов биогенеза микро-РНК проводили по технологии OpenArray на приборе QuantStudio 12K Flex. Определение уровня метилирования генов микро-РНК осуществлялось с помощью набора Epitect-Metil-2. Для статанализа использовались стандартные пакеты программ. В первую очередь мы провели анализ экспрессии 758 зрелых микро-РНК в образцах ткани опухолей и в образцах нормальной почечной паренхимии пациента со светлоклеточным раком почки. И после того, как была введена поправка на множественность, всего 2 микро-РНК показали дифференциальную экспрессию. Это микро-РНК-210 и микро-РНК-642. Затем эти данные были валидированы на новой независимой выборке больных, которую собирали отдельно. И результаты показали, что для микро-РНК-210 эти значения тоже были статистически достоверными. Для 642-й же данные, полученные при валидации, оказались статистически незначимыми. 210-я микро-РНК является достаточно хорошо изученной. Это микро-РНК, экспрессия которой повышается при очень многих типах опухолей. Исследования последних лет показали, что на экспрессию данной микро-РНК влияет гипоксический характер опухоли. Известно, что экспрессия данной микро-РНК снижается после хирургического удаления опухолей. И из литературных данных известно, что при низкой экспрессии данной микро-РНК также снижается инвазия и метастазирование. Микро-РНК-210 регулируется гипоксией, индуцированным фактором альфа. И функционирование генов в условиях нормоксии и гипоксии, оно тоже отличается. Так при нормоксии осуществляется деградация хиф-1-альфа, он не накапливается. Что же касается гипоксии, при гипоксии данной гипоксии, индуцированный фактор альфа, он накапливается в больших количествах, связывается, образуя гетеродимеры с хиф-1-бета, и затем они направляются к ядру, и действуя как транскрипционный фактор, активирует экспрессию ряда микро-РНК, в том числе микро-РНК-210. Еще одним механизмом, эпигенетическим механизмом, который происходит на очень ранних стадиях опухоли, является метилирование ДНК. И процесс этот заключается в присоединении метильной группы к цитозину в позиции 5, при этом последовательность нуклеотидов не меняется. И мы провели анализ метилирования ДНК также у пациентов со светлоклеточным раком почки и получили статистически значимые дифференциальные уровни метилирования для нескольких кластеров микро-РНК 23B, 24 и 27, LED 7G и 30E. Для них показаны были статистически значимые изменения уровней метилирования. И вот для тех микро-РНК, которые показали изменения в уровне метилирования, мы также провели анализ экспрессии данных микро-РНК и получили также статистически значимые результаты. Кроме того, были изучены те микро-РНК, которые оказались статистически значимыми с измененным уровнем метилирования. Генами их мишенями были гены цитокиновой системы, гены факторов роста. И изменение метилирования этих генов, оно также встречалось в литературе при нескольких видах онкологических заболеваний. Кроме того, нами были изучены гены биогенеза микро-РНК и гены сайтов связывания микро-РНК. Дело в том, что одно нуклеотидные варианты, которые располагаются в генах биогенеза микро-РНК, они могут вызывать сложные воздействия, влияя на созревание микро-РНК, на выбор функциональной нити и определяемый РНК-мишень. В результате анализа генов микро-РНК, было проанализировано 18 генов биогенеза микро-РНК, у пациентов, мы выявили, во-первых, этническую неоднородность по распространению частот аллели и генотипов, и для каждой этнической группы были показаны свои маркеры риска развития заболевания. Кроме того, при анализе сайтов связывания микро-РНК было показано, что в группе пациентов светлоклеточного рака почки тяжелого течения генотип ЦЦ являлся маркером риска развития заболеваний с тяжелым течением. Таким образом, можно сделать выводы о том, что анализ экспрессии 758 генов при светлоклеточной почечно-клеточной карциноме выявил повышенную экспрессию двух микро-РНК в образцах опухолей по сравнению с нормальной почечной паренхимой. Кроме того, были выявлены группы генов, у которых была повышена частота метилирования в опухолях по сравнению с гистологической тканью. Анализ их экспрессии тоже изменялся. И было выявлено несколько маркеров, которые являлись маркерами риска развития заболеваний, развития тяжелого течения. Про использование, предвосвещая вопроса в клинике. Естественно, такая система маркеров не создана еще, но мы считаем, что только на основе такого комплексного анализа, который бы включал и экспрессию микро-РНК, и гены биогенеза микро-РНК, в будущем можно создать какие-то тест-системы, которые будут эффективными для прогнозирования риска развития заболевания и прогнозирования течения заболевания. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Мы покупали набор, который вообще в целом назывался онкологические заболевания, и на тот момент это были практически все известные микро-РНК, но мы делали только при светлоклеточном раке почки. Сейчас их в микро-РНК гораздо больше, порядка 2-2,5 тысяч, но вот у нас исследовано только 758, и только для светлоклеточного. Можно еще вопрос? Вы говорили, вроде бы, что набирали материалы и плазма, да? Что-то там... Мы плазму набирали, но пока с ней не работали. Мы пока работали только на тканях, а вот к вопросу о циркулирующих РНК нет. Мы еще циркулирующие РНК не делали. А по литературным данным вы что-то можете сказать? Вот все-таки различия спектра микро-РНК для разных гистологических типов рака почки есть? Да, они существуют. Существуют статьи, в которых показаны именно вот как кластеризуются по экспрессии микро-РНК именно разные виды гистологические рака почки. Действительно, есть такая разница. Спасибо. Александр, она сейчас недавно уже показала. Работает компания, предлагает набор. 24 микро-РНК анализирует, за 4 вида опухоли дифференцируется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова